Привет, меня зовут Игорь, и это еженедельная рубрика новостей из мира IT-индустрии, где мы с командой подготовили для вас самый сок. В сегодняшнем выпуске мы узнаем. Apple решит проблему с 1 января 1970-м. Ученые создали 3D-принтер, который сможет напечатать мышцы и кости. Че они сразу не придумали увеличитель члена нормальный? Зачем 3D-принтер? Инстаграм по ошибке позволил читать чужие сообщения. Гибкий смартфон Reflex. Группа исследователей разработала смартфон, который управляется с помощью изгиба. Получается, что сенсор в этом смартфоне вообще не имеет значения. Чем сильнее ты его сгибаешь, тем лучше у него производительность. Устройство работает под управлением операционной системы Android 4.4, а практически вся элементная база размещена в негнущейся части возле экрана. В ролике видно, как пользователь управляет приложением для чтения книг, просто сгибая телефон в разных направлениях. При этом, чем сильнее сгибается экран, тем быстрее переворачиваются страницы. Инстаграм по ошибке... Это как-то было пафосно. Инстаграм по ошибке... Как-то грустно. Ха-ха! Инстаграм по ошибке позволил читать чужие сообщения. Ошибка возникла после того, как Инстаграм позволил переключаться сразу между несколькими аккаунтами. Как сообщает Android Center на своем сайте 15 февраля, некоторые пользователи стали видеть чужие уведомления и сообщения владельцев других аккаунтов, с которыми они ведут общую учетную запись. Несколько недель назад в iOS обнаружилась ошибка, которая позволяет превратить ваш смартфон или планшет в обычный кирпич. А есть еще необычный кирпич, и вы знали об этом? Есть кирпичи. Для этого нужно было изменить в настройках дату на 1 января 1970-го, перезагрузить смартфон, и после этого он просто не включался. На сегодняшний день компания Apple официально признала существование данной проблемы. На сайте поддержки появилось сообщение, предостерегающее пользователей от смены даты. Также представители Apple сообщили, что проблема будет устранена в ближайшем обновлении. Во Франции построят тысячу километров дорог из солнечных панелей. Вся дорога сможет генерировать энергию для 5 миллионов человек. Ученые создали 3D-принтер для печати человеческих костей и мышц. Американские биоинженеры успешно испытали 3D-биопринтер, позволяющий печатать полноценные копии отдельных костей тела, рук, ушей и хрящей при помощи стволовых клеток. После того, как орган напечатан, ученые помещают его в организм мыши или даже человека, где он постепенно зарастает кровеносными сосудами. Игра про Леонардо Ди Каприо. Через 8 дней состоится 88-я церемония награждения Оскара. Естественно, Леонардо Ди Каприо там будет самой значимой фигурой. Но до того, как станут известны результаты киноакадемии, студия The Line представила бесплатную браузерную игру, которой игроку необходимо помочь Лео схватить неуловимую статуэтку, уворачиваясь от многочисленных фотографов, а также соперников по цеху. Мэтта Дэймона в скафандре и Майкла Фассбендера в узнаваемом образе главы Эппл. Я в эту игру играл, ничего. Нет, ничего. Это были все новости на сегодня. Не забывайте заходить на наш канал, нажимать кнопку подписаться, ставить лайк или дизлайк. Все, что вы не поставите, нам приятно, и мы обязательно ничего не сделаем. Пока. Я ушел из кадра. Водички. Кто писать не хочет? Можете сыкнуть в горло? Отстраивайтесь. Подצ